здравствуйте век 19 железный обеспечил массовую популярность тому что изначально вообще казалось таким узким специализированным развлечением работяг с английских заводов футбол европа услышала в криках болельщиков рев участников драк города с городом увидела в ярких цветах форм отблески стягов муниципальных воинств почувствовала в послематчевых потасовках прекрасную дрожь азарта битвы и по сей день гвельфы и гибелины йорки и ланкастры спорят и дерутся в европейских городах разделяясь по вопросам симпатий к интеру или к милану к сити или к юнайтеду в амстердаме вечером 7 ноября произошло что-то и как обычно бывает в этом городе кофешопов и красных фонарей это что-то было очень непотребно и речь даже не о том что в рамках лиги европы лига европы это второй по значимости европейский клубный турнир местный аякс уничтожил макаби из города тель-авив со счетом 50 и это речь о том что происходило перед матчем отчасти во время матча и после матча если вкратце то фанатов гостей побили казалось бы тоже мне новости футбольные фанаты дерутся срочно в номер но политическая обстановка и возникшие вокруг этого избиения сюжета заставляют присмотреться к тому чем же все-таки было это что-то большие сми представители государства либеральные новостники еврейские публицисты и случайно проходившие мимо люди были солидарны как один это был еврейский погром холокост 2.0 и новая хрустальная ночь причем разумеется даже в англоязычных источниках это явление называлось именно что погром как эксклюзивно русское явление и плевать что происходили погромы лишь на территории современных белоруссии украины и молдавии так вот в амстердаме уроды антисемиты напали на мир любивых и невинных израильских туристов просто из своей животной ненависти сначала во всем были виноваты голландские подонки которым лишь бы на кого напасть потом вина легла на живущих в амстердаме мигрантов мусульман которые кстати живут там довольно давно и отродясь не имели претензий к живущей с ними в том же городе одной из старейших и наиболее влиятельных в европе еврейских общин потом оказался виноват король нидерландов потом обвинили атмосферу нервозности разумеется приплели свежеизбранного дональда трампа который известен своим антисемитизм а то и вовсе обвинили в оплате протестов лично владимира путина словом как обычно если же посмотреть на то что происходило вне подборок слезливого бубнижа про новую хрустальную дочь то ситуация становится куда менее однозначной например дорогие гости коих в город приехал около двух с половиной тысяч отметились еще с утра побив какого-то таксиста арабской наружности хотя найти 10 отличий между ближневосточными евреями и их семитскими братьями эта задача не из легких затем по пути к стадиону они выражали поддержку своей команде за рядами про цахал убивающий арабов или про отсутствие в газе нужды в школах свете отсутствия там детей ну и прочее чернуха и поймите меня неправильно говорит друг другу гадости и провоцировать это излюбленное развлечение не самые утонченные публики футбольных фанатов но здесь вышел явный перебор особенно в купе с хулиганством и срыванием палестинских флагов а их как пишут голландские сми вывешивали не только мигранты но и сочувствующие местные параллельно с этим недалеко от стадиона пара сотен активистов проводила митинг в поддержку палестины что после всего случившегося назвали сознательной провокации ну а на матче же вышло еще более грязно этакие спровоцированные фанаты гостей не только продолжили орать свою хури канину про превращение газа в хиросиму но еще и делали это во время минуты молчания которая была объявлена в честь жертв большого наводнения в валенсии исторические связи голландии и испании не ограничиваются 17 веком и по сей день эти две страны сохраняют близкие отношения если не на государственном уровне то на социальном и культурном поэтому когда дорогие гости с юга не соизволили заткнуться во время траурного жеста а напротив принялись еще громче заряжать про арабов и газу симпатий это к ним почему-то не добавил но после матча случилось то что уже вероятно записано вскрижали как великий амстердамский погром сначала фаны аяксы налетели на большую толпу болел макаби а когда те рассеялись их принялись вылавливать по улочкам и подворотням уже местные арабы не входившие в число болельщиков пресса толерантно называет их проплестинскими активистами тем доброй традиции фанатского боя пусть жесткого но не лишенного какого никакого благородства были незнакомы поэтому они принялись лупить приехавших евреев и тщательно документировать их извинения на камеру впрочем лупили не слишком сильно ведь среди всех пострадавших были госпитализированы всего пять человек да и тех сразу же выписали задержаны оказались 62 человека что в целом после матчей аякса чьи фаны славятся своим буйством не является большой редкостью и даже драки с непричастными к таинствам около футбола местными жителями можно было бы как-нибудь уместить в рамки обыденности но вопли про хрустальную ночь и называние погромом этого всего сделали из всей этой некрасивой но довольно рядовой все-таки не забывайте что футбольные фанаты не отличаются умом и сдержанностью ситуации скандал международного масштаба король нидерландов вильям александр в разговоре с президентом израиля и цхаком герцогом объявил что мы то бишь голландцы снова подвели еврейскую общину как его времена второй мировой сравнение это некорректно не только из-за несопоставимости масштаба но и из-за того что еврейская община родного города баруха спиноза как раз к произошедшему отношения не имела от лица этой общины заговорил главный раввин амстердама элизер вольф он сказал что оно и к лучшему ведь молодые голландские евреи станут охотнее репатриироваться в израиль на самом деле сложно было придумать худшую рекламу еврейскому государству чем поведение фанатов макаби со стороны же этого самого государства плотным потоком пошел популизм что-то проворчал премьер нетаньяху на выручку побитым фаном со спасательной операции бросилась видимо не имеющая других важных дел армия обороны израиля потом какая-то израильская авиакомпания бесплатно переправила пострадавших в израильские больницы а это я напоминаю были пять человек которых тут же выписали короче говоря всякому читателю транснациональной прессы стало понятно кто здесь потерпевший а кто подлый злодей и велик соблазн присоединиться к обличающий антисемитизм толпе журналистов королей и раввинов или прочих твиттер шизофреников и объявить что все дело именно в ярой ненависти ко всему еврейскому но детали здесь портят стройную картину аякс наряду с лондонским тоттенхэмом и римской ромой имеет славу одного из наиболее еврейских топ клубов европы дело тут не только в традиционной поддержке той самой общины и не в составе менеджмента но и в отдающих такими знаете карнавальными дурачествами привычках фанатов наряжаться в костюмы с пейсами опять же долгие годы эти не самые деликатные традиции вполне нормально воспринимались и поддерживались местными евреями поэтому конкретно в амстердамском случае дело вовсе не в национальности атакованных и не в том что через голландский погром нацизм стало быть вдохновленной победой трампа и профинансированный рукой путина подымает свою немытую голову дело в том что с теми кто повел себя по-свински поступили тоже по-свински однако же вовсе отмахиваться от мысли о том что евреям европе стало небезопасно тоже не стоит например все того же 7 ноября в берлине толпа арабов с палками угрожала напасть на подростковую команду макаби это одноименный клуб из еврейской школоты который играет в берлине но грядущий четверг в рамках лиги наций лига нации это не только синекура имени вудро висона еще и второстепенный турнир сборных в европе в париже встретятся команды франции и израиля склонность французов к антисемитизму тот факт что на матче сборных обычно ездят куда менее радикальные фанаты а также наличие в париже намного более мощной арабской диаспоры в том числе и из числа новоприбывших намекает на то что в этот раз последствия могут быть куда опаснее и списать все на погром с пятью слегка побитыми жертвами не выйдет да будет день подпишись на уникальный архив канала день поддержи наш проект ссылка в описании ролика